Какие отношения строятся на основе потребностей? Вирджинии Сатир. Случай заключался примерно в следующем, что пришла семейная пара, 25 лет они живут вместе, вот, и, собственно, с ними какая-то началась работа, и стали расспрашивать там про них, как устроена их жизнь, чего они любят, чего они не любят, и выясняется. Муж всегда думал, что единственные цветы, которые его жена очень-очень любит, розы, вот, и каждый раз на праздник, по праздникам, по разным поводам довольно часто дарил ей розы. В течение всей этой семейной терапии довольно быстро выясняется, что единственные цветы, которые она просто тупо ненавидит, это розы. Жена была убеждена, что муж очень любит, я не знаю, что, пример, овсяную кашу. И она ему все время варила эту овсяную кашу. Он ел, давился и делал вид, что ему, конечно же, все очень нравится, потому что не обижать же жену. И вот он давит с этой каши, ест и говорит, ой, как вкусно, говорит он. Вот, а жену это мотивирует еще больше. Вот, и она, соответственно, варит ему кашу из самых чистых побуждений. Вот так они 25 лет и местили друг другу. Он ей розами, а она ему каши. Он подарил ей розы, он говорит, ах-так, держи кашу. Конечно же, они так не думают. Вот, и, конечно же, они это делают из соображений заботы, любви, ну, еще чего-то. Вот, поэтому пункт номер один. Если вы поймали себя на каких-то симптомах созависимых отношений, пункт номер один заключается в том, что нужно остановиться и попробовать послушать, что у вас происходит в контакте с другим человеком. Чаще всего вы обнаружите взаимные упреки. Если вы сядете друг напротив друга и напишите список претензий друг к другу, поверьте, они будут большие. Чем больше список претензий, тем глубже ваши созависимые отношения. Чем больше пунктов вы описали, тем больше вы все-таки осознаете. Вот, и тогда возникает вопрос. Например, вы говорите другому. Ты никогда не моешь за собой посуду, например. А ты никогда не выбрасываешь мусор, или ты никогда не говоришь, как я хорошо выгляжу. И в этом упреке закодирована ваша потребность. Причем не всегда очевидным образом. Иногда, например, ты никогда не моешь за собой посуду, не означает, что у вас есть потребность, чтобы другой человек намыл посуду. Понимаете, такой потребности не существует. Это всегда символ какой-то потребности. То есть в вашем упреке содержится некий символ, который как маркер, как флажочек, воткан вашей потребности. Поэтому следующий шаг, который заключается, это задать себе вопрос, а чего же я хочу? Вот чего я хочу, на самом деле, от этого другого человека? И вдруг женщина начинает осознавать, что если мужчина моет посуду, это значит, что таким образом он заботится о ней, что таким образом он выражает свою любовь. Странным образом, но вот именно так, что если хотя бы раз в неделю моет посуду, то он тем самым говорит, я тебя люблю, дорогая, я хочу тебя избавить от массы хлопот, которые есть. И тогда у вас появляется впервые, в этих созависимых отношениях, впервые возможность сделать пункты этого контракта прямыми. И тогда вы можете прямо сказать, мне бы очень было важно, я бы хотел, чтобы хотя бы раз в неделю, или там раз в месяц положим, ты разгружал бы меня и мыл бы посуду. И вот здесь очень важная вещь. Когда вы говорите, вот я в терапии довольно часто встречаюсь, когда человек осознает свою потребность, вся гештальтерапия направлена на то, чтобы помочь человеку осознавать свои потребности. И вот человек осознает свою потребность и обращается к другому, и говорит, я хочу, чтобы ты, задайте себе вопрос, человек, которому вы сейчас говорите, Имеет право отказаться или нет Если нет, вы все в той же ловушке Созависимых отношений И тогда человек с таким пафосом говорит Ну я же попросил, а он сказал мне нет Ну как будто это еще один повод пораниться Что в общем никакая тут психотерапия Не работает Вот тут появляется впервые Одна очень важная вещь Свобода Когда вы говорите другому человеку о том Я хочу или помоги мне Или я очень прошу или я требую Здесь очень важно нафильтровать Вот эту разницу между прошу и требую Потому что мы требуем только то, на что имеем право Так вот вопрос Задайтесь вопрос Вот то, что вы сейчас хотите сказать другому человеку Это подходит под описание просьбы или требований Положите, вы просите другого человека о том, чтобы вам было важно Так звучит уже прямая потребность Очень важно, что вы позволяете другому человеку сказать нет Возможно это будет болезненно Возможно это будет неприятно Возможно это вас будет ломать Но важно дать друг другу право отказать. Более того, если единственный способ, которым муж может выразить вам свою любовь, это помыть посуду, то довольно странно. А есть ли какой-то иной способ диверсифицировать эту любовь? Ну, например, каким-то иным жестом, какими иными словами. И вообще спросить, а ты меня любишь или нет? И выяснится, что муж любит, ну, вот этими способами, другими. А вовсе не мытьем посуды. И может оказаться, что мытье посуды – это один из незначимых факторов. А на самом деле путь к тому, чтобы удовлетворить потребности, он гораздо более короткий. Но очень важно, заметьте, дать возможность другому отказать. То дальше в какой-то момент вы обнаружите, что просыпаясь утром рядом с близким человеком, вы по-прежнему каждое утро выбираете его любить. Интересно, что два человека, мы как-то с женой разговаривали на эту тему, и в какой-то момент обратили внимание вот на что. А готовы ли мы дать гарантии друг другу, что мы всю жизнь будем рядом друг с другом? Ведь на этом основана вся символика культуры, современной, традиционной культуры. Когда люди стоят у алтаря и клянутся друг другу, там, в горе и в радости, в болезни, в печали и в здравии. В болезни и в здравии, в печали и в радости. Соблюдать верность друг к другу и прожить друг с другом до конца дней. Мне кажется, что и традиционная, и современная культура загоняет нас в ловушку на созависимость. И представьте, что вы просыпаетесь утром, понимаете, что вы не хотите больше быть с этим человеком. А вы уже поклялись. Представьте, какая часть жизни из вас просто вытягивается. Конечно, такой способ клят друг другу создает безопасность. Теперь вы знаете, что вас никогда не бросят. Ну, лет 200-300 назад это еще работало. Вот, когда, собственно, культура не предполагала такой объем социальной свободы, по крайней мере. Вот, и тогда люди, которые клялись верности друг другу, собственно, не могли расстаться по многим причинам. Ну, подавляющее большинство этих причин были связаны с выживанием. Если женщина остается у мужчины, просто она подвергается опасности насилия, убийства ее и ее семьи, потому что мир был кровожадным. Если мужчина бросает брак, который он заключил, например, ну, ради каких-то целей, он также теряет свой статус. Ну, мужчины, как правило, меньше всегда страдали. Но все равно он может потерять свой статус и может потерять безопасность. Если брак заключался между семьями из соображения безопасности, например, то тогда это также утрачивалось. И тогда люди сохраняли друг другу верность. В современное время это не так актуально, хотя многие люди приходят к женщине и говорят, я рассказываю отношения с мужем. Я говорю, а вы мужа любите? Она говорит примерно следующее. Это вот, как бы ни казалось странным, частое явление. Она говорит примерно следующее. Но не знаю, люблю ли его, нет, но куда же деть предыдущие 20 лет? Мы 20 лет строили семью. Часто тут появляется метафора корабля. Мы строили этот корабль и вместе плывем. Куда же это все деть? У нас двое детей, говорят они. Если вы спасаете корабль, у меня для вас плохая новость. Вы обречены. Обречены ли вы на расставание в ближайшие два года? Или обречены о том, чтобы понять в самом конце жизни, когда ваши дети покинут семью, это называется в семейной психотерапии эффект пустого гнезда, что ваши дети уже шли, и вам даже поговорить не о чем с ним. А вам уже на минуточку 50, 55, 60, а менять уже что-то поздно. И вот тут наступает тяжелый кризис. Потому что вы жили снова не так, как хотели. Вот это очень важная вещь. Имеете ли вы право каждый день, есть ли у вас это право, бросить другого человека, оставить другого человека? Вы сохраняете корабль или спасаете, не спасаете, а боретесь за свое чувство любви? Поэтому мой вопрос к этой женщине, которая говорит, я спасаю корабль, он заключает в следующем. А правда ли ты любишь своего мужа? Вот хочешь ты провести следующие 40 лет так? И если да, борись за это. Если да, тогда имеет смысл бороться за свою любовь и сохранить эту семью. И как раз это, как ни странно, работает. Потому что если эта женщина начинает спасать корабль, вот она выглядит, ну представьте, женщину, спасающую корабль. Такое, не знаю, водоизмещение много-много тысяч тонн. Такое бывает, да, там десятков тысяч тонн. Вот она пытается спасти корабль. Она выглядит, как правило, нервной, изможденной. Она выглядит встревоженной. Вот. А муж, соответственно, приходит в этот момент к любовнице, которой вся праздник, которой не нужно спасать никаких кораблей. Вот. Которая счастливая и тащится от того, что любит этого мужчину. Вот. И он, в конце концов, чешет репу и думает, а что же я делаю рядом с этим спасателем корабля? И все дальше пытается от него свалить. Кстати, бывают и обратные тенденции. Женщину, которой муж пытается изменить, вот, она вдруг осознает, что она очень любит этого человека. Не хочет его потерять. И она готова этой любовью жить. И она дарит ему эту любовь, несмотря на то, что ей сейчас очень больно, хотя и боли она не скрывает. Что делает любовница? Любовница в этот момент берет большую пилу и начинает фигачить своего любовника. Говорит, да да, Коли, да когда ты разведешься с женой? Она начинает строить корабль. Вот. Понятно, что поскольку она строит тоже какой-то большой корабль, она тоже выглядит изможденной. В конце концов, мужчина чешет репу и говорит, да ну его нафиг, вернусь я лучше туда, где мне хорошо и уютно. Вот это очень важная вещь. Пытайтесь не корабль сохранить, а пытайтесь послушать себя. Хотите ли вы с этим человеком, вот это ключевая штука, сегодня. Хотите ли вы сегодня с этим человеком провести следующие 40 лет? Мне очень важно ваше мнение и очень важны ваши комментарии. Если у вас есть вопросы, смело задавайте их прямо здесь внизу под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Так вы будете всегда в курсе новостей нашего канала и будем всегда на связи. С вами был Игорь Погодин, до встречи в следующем видео, буду рад.